Он уже давно привык к аплодисментам, но остается таким же скромным в общении и искренним с поклонниками. Первая становка легендарного трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина стало крымское спортовчество «Динамо». Здесь его родной вид спорта всегда был в почете. Греко-римская борьба была у нас всегда. И очень приятно, что сегодня этот вид спорта мы продвигаем. И автономная республика Крым держится на очень приличном уровне. Многократный чемпион мира посмотрел показательные выступления юных борцов, попросил молодежь обязательно переплюнуть его в плане достижений, а затем приступил к привычному занятию – почти полчасовой раздачи автографов. В Крыму, по словам Сан Саныча, делать это особенно приятно. Территория борцов как ни крути. Там, где есть сломанные уши, мы ни голодными, ни силами не останемся точно. Поэтому ощущение о том, что я вернулся и приехал домой, оно меня не покидает, я уже сказал. Границ много, а страна-то одна. После встречи с борцами Карелин заглянул на огонек к рукоборцам. Открытый турнир в Симферополе собрал самых сильных спортсменов Крыма. Они не щадили руки не ради медалей, а в пользу мира на полуострове. И татары, и украинцы, и русские, и греки, и армяне. Все, все национальности Крыма представлены. Вот чемпионат Крыма у нас прошел, у нас было чуть больше, чем 200 участников. И абсолютно всех национальностей ребята. И все очень дружат, и тренируются вместе. И какой-то спор только во время борьбы возле стола. Он уже не так быстр, как прежде, но на то есть объективные причины. Марат давно не выходил на корт, но там его по-прежнему хотят видеть многие. В Симферополе на мастер-класс легенды мирового тенниса записались десятки спортсменов. А журналистов на пресс-конференцию еще больше. Сафин вспомнил свое игротское прошлое и раздал комплименты Крыму. В России тоже не было такого. Потихонечку начали заниматься, и начало получаться. Поэтому то же самое и здесь. Я думаю, есть все шансы, есть шикарная погода, есть условия, корты есть. Вряд ли кто-то из участников товарищеского матча между симферопольскими и севастопольскими хоккеистами ожидал, что торжественный старт их поединку вместе с председателем Верховного Совета Крыма Владимиром Константиновым даст никто иной, как Вячеслав Петисов. Когда такой человек дает старт, это будет есть. Я абсолютно уверен, что недалеко, когда я здесь не буду проводиться с серьезным соревнованием. Так что всем хорошего дня. Большое спасибо за такой важный визит, такое важное время. Легендарный хоккеист приехал в Крым с рабочей поездкой и прекрасно понимает, почему вокруг него такой ажиотаж. Наверное, образ российского сенатора, капитана той сборной непобедимой Советского Союза, в которой в стране мы родились, наверное, важно людям тоже каким-то образом услышать, прочувствовать. Все участники российского спортивного звездопада в Крыму сошлись во мнении, полуостров – идеальное место для развития спорта. Просто, как и в любом важном деле, здесь нужна системность, которая уже есть в братской стране и которую они готовы помочь построить крымчанам. Валерия Назирян, Всеволод Матросов, Время новостей.